Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о органических удобрениях нового поколения, которые вы можете использовать у себя в саду, в огороде, в защищенном грунте, в открытом грунте, при выращивании рассады и во всех случаях, когда вам необходимо повысить плодородие почвы, а также улучшить приживаемость ваших растений. Это удобрение из серии Organic Mix. Вот так вот они выглядят. Одна из наших читательниц обратилась к нам в комментариях на канале Процветок с просьбой рассказать об этом удобрении, о серии. И сегодня я расскажу вам о удобрении для пересадки и рассады. Оно является наиболее универсальным. В состав этого удобрения входят преимущественно органические продукты, которые используются в кормовых целях, а также в пищевых. Это соевая мука, это мука люцерны, рыбная мука, костная мука, аминокислоты, витамины и морские водоросли. Данное удобрение содержит все необходимые элементы питания растений и благодаря такому составу является весьма сбалансированным и концентрированным. В наших выпусках мы не раз говорили о том, как можно улучшить почву с помощью внесения туда различных органических веществ, различных органических компонентов. Как видите, исходя из состава, данное удобрение уже здесь все содержит. Я лишь хочу остановиться сейчас на некоторых отдельных компонентах. Соевая мука, безусловно, является источником азотного питания для микроорганизмов почвы и для растений. Когда эта соевая мука будет разложена микрофлорой и минерализованный азот станет доступен растениям. Мука люцерны выполняет практически ту же функцию. Рыбная мука является источником не только азота, но и различных минеральных солей, в том числе микроэлементов. Костная мука является источником фосфора. Кроме того, здесь содержится очень-очень важный компонент – морские водоросли. Морские водоросли содержат альгинаты или агар-агар. Агар-агар известен своим свойством удерживать огромное количество влаги. Даже полупроцентное содержание в воде агар-агара превращает его в такой полужидкий гель. А 1% агар-агара в воде превращает его в очень плотную студенистую массу. Благодаря тому, что эти серии удобрений содержат морские водоросли, они не только содержат значительное количество различных микроэлементов, которые мигрировали в водоросли из океана – это и йод, и бром, и цинк, и железо, и многие другие. Но оно ещё содержит вот эти альгинаты. При добавлении в почву, особенно в стрессовый для растений период, при пересадке растений, при пикировке растений, при пересадке даже крупных саженцев, они всегда испытывают стресс. В этом случае вот эти альгинаты будут удерживать не только воду, но и запас минеральных веществ, которые постепенно будут отдаваться растению по мере необходимости. Это очень важно. И ещё, что здесь содержится, особенно вот в этом удобрении, я немножечко пошаманил, и вот, ну, аминокислоты, витамины. О бинокислотах мы говорили в наших выпусках и о витаминах. Например, они входят в состав будильника. И мне было интересно, что же за аминокислоты в чистом виде здесь находятся. Оказалось, что главной аминокислотой, которая сюда добавлена, является триптофан. Триптофан, как мы говорили в одном из наших выпусков на канале Процветок, по-моему, в прямом эфире о картофеле, является предшественником ауксиновых гормонов. А ауксиновые гормоны – это гормоны роста растений. Гормоны корнеобразования, гормоны усиления, развития, деления клеток. То есть любые повреждения, любые дефициты корневой системы будут скомпенсированы попаданием триптофана в корневую систему, в растения. И таким образом там легко будет синтезироваться ауксин, да, гетероуксины, всевозможные там варианты этих ауксинов. Количество триптофана здесь настолько велико, что здесь вот внутри, в этих удобрениях, еще имеются такие вот ложечки. Я уже одну куда-то делал, потому что поставил опыт, с которым буду вас знакомить в дальнейшем, насколько влияют эти удобрения на растения уже как бы в полевых условиях. Но с этим надо еще немножко подождать хорошего вегетационного сезона, еще рановато. Так вот, есть вот такая ложечка и одной ложечки вот этого удобрения, которое представляет из себя, такие гранулки на комбикорм похожи, если вы добавите его, растворите в полулитре воды, как следует вымешаете, а потом будете замачивать там черенки, будете замачивать там, просто обмакивать корневые системы растений при пикировке. И в других случаях даже можно просто проливать комнатные, например, растения или делать проливы. Но если вы делаете проливы, то этой ложечки достаточно и на литр воды, а вот если обмакивание, то на пол-литра воды. Вот таким образом вы обеспечите трептофаном ваши растения, которые из него потом синтезируют различные гормоны роста. У меня первый же вопрос, который у меня возник, когда я смотрел эти удобрения, читал о них, описание смотрел, состав смотрел, изучал состав сам. Первый же вопрос, который у меня возник, это такой, что если мы положим это удобрение в почву, и там находится аминокислота, то не съедят ли эту аминокислоту почвенные микроорганизмы раньше, чем эта аминокислота дойдёт до растения. Ведь почва это котёл, котёл из микробов и макроорганизмов всевозможных. Оказалось, что концентрация трептофана здесь настолько велика, что при внесении этого удобрения, ну вот такая вот ложечка на лунку при высаживании томатов, перцев, баклажан, декоративных растений, капусты и других растений, которые требуют посадки-пересадки. Вот такой вот ложечки под растения вполне достаточно. Так вот, особенно хорошо, чтобы вот эти бубочки контактировали с корнями. Если другие удобрения должны быть подальше от корня, они содержат слишком высокие концентрации минеральных удобрений, то это удобрение, мало того, что оно пролонгированное, длительного действия оно постепенно разлагается, так кроме того ещё оно не обжигает корни, поскольку не содержит никаких дополнительно введённых минеральных удобрений. Ну то есть полностью из органического вещества состоит. Так вот, важным условием этого удобрения является контактирование вот этих гранул удобрения с корневой системой. Не надо его закапывать глубоко. Обмакнули, положили ложечку, прямо на эти гранулы сверху посадили растение, заделали, и именно в таком виде оно будет максимально эффективно. Что ж, я надеюсь, что я ответил на вопрос нашей читательницы. Ну а те, кто посчитает, что это как-то слишком дорого или не может найти, конечно, приходите к нам на канал, приходите в наши ролики и смотрите. Вы всегда сможете найти что-то подобное, однако, что обойдётся вам гораздо дешевле. Ну а тем, кому неохота возиться с приготовлением каких-то домашних препаратов, которые не рискуют, а хотят получить результат наверняка, конечно, могут и должны воспользоваться именно такими вот удобрениями. Ну, конечно же, если вы ведёте органическое земледелие, если вы не сторонник использования минеральных удобрений, в этом случае все растения, и почва, и микроорганизмы будут испытывать комплексные дефициты элементов питания, и без подобного рода удобрений вам просто не обойтись. Я желаю вам, вашему дому, процветания, успеха, здоровья. Оставайтесь с нами, оставайтесь на канале, задавайте свои вопросы, всегда рады на них ответить на портале процветок.ком. На этом я прощаюсь с вами, всего хорошего!